Доброе утро! Мы продолжаем. По понедельникам мы очень любим разбираться в качестве разных товаров. Нам в этом помогает Иван Лемзяков, наш... 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 наш специалист Уральской палаты защиты потребителей. Все верно? Все правильно. Все верно. И сегодня мы хотим поговорить о кетчупе. Да это лето, шашлыки, самый ходовой товар вообще мне кажется сейчас у нас в стране. Так, Вань, кто у нас сегодня будет участвовать в забеге? Я выбирал кетчуп шашлычный, слобода, пряный путь и махеев. Какой, какой путь? Пряный путь. Пряный путь. Так, и махеев. Я ел, кроме вот этого, мне кажется, все попробовали однажды в жизни. Нет, кроме вот этого. Первое, с чего начинаем, это упаковка. Я вот год назад, помню, очень много было в стекле кетчупа, сейчас их практически не осталось. А почему? Не знаю, почему так, но... Но она дороже, наверное, упаковка стеклянной? Да, она дороже, но, как правило, там более качественный кетчуп находится. Да. И срок годности от этого определяется в два раза. То есть ты сейчас зашел в магазин перед эфиром, и в том магазине, где ты был, не было стеклянной тары? Я поддерживаю, не было. Я был в трех магазинах. Я хожу регулярно по разным супермаркетам, и тоже раньше отмечал, я не брал никогда стекло, потому что это лишняя тара, ее тащить тяжело всегда. Саша, не о тебе все-таки, а про кетчуп. Вот, но нету все время вот такие вот упаковочки, вот такие. Да, сейчас все время попадаются либо дойпак, либо пластиковая упаковка. Ничего плохого нет, единственный минус, что вы не можете оценить внешний вид, посмотреть, есть ли там пузырьки, это тоже очень важно. То есть в кетчупе не должно быть пузырьков. Да, ну это мы до консистенции дойдем, когда будем, посмотрим. Итак, упаковка. Упаковка должна быть желательно прозрачная, но если она не прозрачная, то как бы... Ну это не минус, но выгорайтесь с теколой. А вот еще, она же мнется вся, прям вот она такая прям мнучая, если вот она вот такая стоит. Ничего страшного, это пластик, он мнется. В магазине такие не стоят, Саша. Стоят, стоят. Ну вот, стоят вот. Такие вот стоят, да. То есть ничего страшного, ну... В этом нет ничего страшного. Ну и ладно. Хорошо, по упаковке у нас все три претендента получают по плюсику, потому как никакого закона они не нарушают вот своим внешним видом. Хорошо, на что еще мы можем обратить внимание? Дальше обращаем внимание на состав. Идеальный состав это вода, томатная паста, сахар, соль и специи. Больше ничего не должно быть. А кукурузный крахмал в виде загустителя модифицированный? Да, это означает, что томатов очень мало содержится. Для того, чтобы загустить, добавили крахмал. Иногда вы можете встретить еще томатный продукт. А томатная паста допустима? Томатная паста допустима. Но из томатной пасты, собственно, и должен делаться кетчуп, насколько я понимаю, соус любой. Но если вы увидели томатный продукт, это значит, возможно, там одну помидорку добавили, все остальное, либо сливали, либо яблоки. Затем это усилителем вкуса все добивается, и получается кетчуп. Но я тут, подожди, должен тебе сказать, что рецепт, например, там краснодарских соусов, он прям строится на томатах и яблоках вместе. Это соус, вот в том-то и делается соус. Когда я покупал кетчуп, допустим, шашлычный кетчуп, его нельзя купить импортный, потому что они всегда его называют соус. Соус, все ясно. Соус для барбеку, для шашлычка. Ну вот в моем случае кетчуп компания «Слобода» с идеальным составом вода, томатная паста, сахар, сушеные овощи и даже специи. При этом при всем есть расшифровка, что какие конкретно специи. Укроп, зелень, кориандр, паприк и вот это вот все. Да, у меня состав мне не нравится. Здесь стабилизаторы, уксусная кислота, мука пшеничная, консерванты, бензонат, натрия. В общем, мне вкусно и любимый. У меня все то же самое, и кислота, и бензонат, натрия, и сарбаткалия, и даже крах мало. Еще есть такой момент, косвенно понять, сколько томатов, много или мало, вы можете по категории. Есть четыре категории, это экстра, высшие категории, первые и вторые. А то есть надпись первая категория не говорит о том, что это самая лучшая? Да, экстра, экстра, это самая лучшая. Это 40% томатов, а у второй категории уже идет 14%. Ясно, так, дальше. Ну, в запсостав у нас, конечно, Слобода получает свой законный плюсик, пряный Патимахеев, да, остается без плюсика. Поехали дальше. Дальше срок годности у нас. Срок годности зависит от упаковки. Если это стекло, мы его увеличиваем в два раза. То есть в стекле кетчуп хранится дольше? Да. В стекле хранится два года, в пластиковой упаковке год, и в дайпаке полгода. Шесть месяцев всего? Да. Ага, где же меня тут найти, интересно? У меня девять месяцев. У меня 12 месяцев. Ну, перебор у тебя? У тебя допустимый, да, с пологода получается? У меня девять месяцев. Да. Ну, это не шесть. С третьего по двенадцать, это девять. Да. Я не могу найти, если честно. Непонятно, где у нас тут срок годности. Срок годности, 180 дней. Это полгода. Это полгода. Это полгодика. Это правильно. Тык в тык. То есть слабода и, получается, пьяный путь у нас получают по своему плюсику за срок годности, потому как в тетра... Как это называется? Дайпак. В дайпаке полгода может храниться кетчуп в пластиковой упаковке до года. А в стекле два. Два. Итак, дальше. Дальше давайте вскроем, посмотрим на цвет. Кетчуп обязательно должен быть ярко-красного цвета. Если вы видите... Оранжевый, например, когда бывает. Это значит, что он сделан не из томатов, а из овощей разных и фруктов. Из яблок. Ух ты. Какой насыщенный. Чтобы видно было. Этот цвет коричневый, здесь он, потому что со специями, он допустимо. Ну, то есть вполне допустимо, чтобы будет темнее красного. Вот этот цвет, он очень... Очень розовый, да. Но я вам скажу, что если помидорку размить блендером, она будет именно такого цвета. Да, но вы ее при этом должны термически обработать, чтобы приготовить. Ясно. Она должна изменить цвет. Так. Давай, поопределимся, что у нас здесь цвет. По цвету у нас пряный путь не получает плюс, потому что цвет ненатуральный. Очень он, даже когда наливаешь белесый, прозрачный, можно сказать. А вот это, мне кажется, классический цвет. Да, это классический цвет. Ну, а темный, допустимо такое бывает цвет? Да, это допустимо, потому что здесь очень много специй. Когда я их выдавил, прям запахло очень. То есть укроп, перец, да, 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 когда они прям дают цвет. Да. И обращайте внимание, чтобы не было пузырьков, потому что если видите пузырьки, особенно в стекле, это бывает. Что это значит? Это значит, что продукт был неправильно приготовлен, и он начал бродить. Ах, вот оно что. Годить, кетчуп можно вродить. Да, конечно, кетчуп можно вродить. Выйти. Да. Пошел гулять. По лесу. Да, все. Если вдруг к вам в лесу пристал кетчуп, знаете, он просто бродит. Итак, за оценку цвета у нас Слободай и Махеев получают по своему плюсику. Да. Законному, пожалуйста, нам не жалко. Пряный путь не сегодня. Так запах кетчупом сразу хочется шашлыков. И на дачу. Несмотря на то, что тут кто-то не из той упаковки и не того цвета. Итак, ну вот эти вот показатели, эта информация вся, которая может воспользоваться простой потребитель. Давайте все-таки подытожим. У нас упаковка. Саш, пока расскажи, какая упаковка. Я посчитаю плюсики. Упаковка лучше стекло. Лучше стекло. Если у нас помятенько какая-то, ничего страшного. Ничего страшного. От упаковки зависит срок годности. Да. Как называется? Дойпак. В дойпаке полгода должен храниться кетчуп, в стекле он может храниться до двух лет. И в пластиковой бутылке до года. До года. Ну и по сроку годности все понятно. И по цвету, конечно, мы видим представлены разные цветовые решения. Я все-таки с вами не до конца согласен. Мне кажется, что это нормальный цвет. Нет, мы сегодня слушаем не тебя, а специалисты. Иван Лебезяков был у нас в студии. В лидерах у нас сегодня, пока здесь, в нашей такой народной проверке, если хотите, кетчуп «Слобода». Мы пока попробуем его на вкус. А вы пока, пожалуйста, посмотрите рекламу.